доброго времени суток дорогие друзья у микрофона никита сегодня prime drive world но я сегодня не один сегодня я с подписчиком играю вот сегодня короче я уже наверно сто лет не заходил drive world но вот ради такого решился зайти ну сегодня думаю просто погоняем гонки посоревнуемся тоже просто типа погоняем чего-нибудь поделаем еще и давно все-таки не заходил поэтому сейчас посмотреть что тут по квеста есть один квест в японии на машины ухты много чего поменялось какие-то награды интересные кстати награды с месяца сократили ой миссии добавили интересно так ну наверное пока что просто покатаемся кстати чё по работам так как я помню это было на карте у работы те же зарплаты те же вроде бы все так ну слушай давай тогда наверно в первую очередь на гонку пойдем сейчас короче а т.п. но ты там получается через меня ты здесь если что на этой карте гонки где-то было за 7 500 вокруг все карты если не ошибаюсь вот around the world я просто всегда хотел в этой гонке погонять но толком еще не вне провода здесь ну собственно давай здесь начнем это наша будет первая гонка давайте наверно вкратце расскажу типа вот о этом своем прогрессе слушай мне такая не такая же плохая машину тяну нормально типа вполне ты даже не отстаешь от меня я сейчас немножко покажу да ну же щит замок лихать короче расскажу типа вот если тебе интересно конечно вот весь этот прогресс до бугать на самом деле был не такой тяжелый просто ну значит по я в первое время очень часто залипал в драйкор то есть как бы очень много тратил времени на это ну собственно за два или три дня активные то есть почти где-то часов шесть может больше пацан день ну собственно так и заработает 3 ляма 500 он полностью за общаться ну вроде бы то насколько честно уже не сильно ты не играть потому что я уже давно не играл потому что даже по секрету уже расскажу тем более я уже все-таки к этому готовлюсь и после этого видео уже пойдет этот момент когда все настанет короче я создаю свой режим в робоксе и уже следующее видео будет выходить только по следам сокращая графики за счет того что очень очень много времени к разработку но тем не менее я буду снимать геймплейные видео со своей игры рассказывать вам не все показывать что мне можно делать что и как так что будет очень неплохо если ты заценишь мой режим вот мне будет очень приятно лучше там сейчас очень мало визитов где-то наверное визитов 60 где-то там типа роли плей режим то есть развиваться всякое такое то есть ну на другие режимы в робоксе вообще пока что типа закинул так сказать потому что это просто на это время но канал я на это рассчитывал что я на снимаю много видео типа получается на выкладывает до 14 вот до этого времени буду заниматься игрой а потом типа неожиданно и резко просто типа возьму и такой типа тадамс вот мой режим мой первый опыт с программированием был наверно в детстве потому что мне было лет восемь на старом мамином компьютере я наверное создавал свои первые но не в робоксе угли так что сейчас по выполнять может помочь квест попробовать выполнить финиш 100 jobs это прямо просто работать надо на этом будет долго да и ради каких-то мининов ладно хочу по любимым хочу просто по любимым гонкам вот у меня где-то была гонка как это называется я пробую найти джампинг не надо или 100 то ли джампинг джексе линзы хейтс а по-моему это и то два сначала инзы хейтс думаю вот эпоси ко мне тут типа вот эти две гонки инзы хейтс и а уже название с головы искачивает джампинг джекс вот типа но самые такие прикольные гонки честно сказать вот обновление с японии здесь свое время мне плюс минус то есть как бы искать что прям понравилось ну искать что что-то плохое нет ну типа не могу сказать по полиме то есть прикольно что очень глобально типа занимается игрой то есть это знаешь когда уже есть по готовым проект очень прикольный ты в один момент берешь просто по сути создаешь с нуля почти все то же самое точно всех механика которые имеются просто создаешь только то же самое суши я наверно не на одной бюджетной декорации а то на одной бюджет слишком слишком читерно так сказать хотя не сказать что бугатия такая настолько быстро и свои деньги я ее типа купил только из-за того что у нее двигатель в 16 то есть это единственная машина с таким я не знаю уже много обновлений вышли то есть я не знаю мы добавили еще какие-то машины я считаю на секунду магазин зайду так ну пока что а за 600 тысяч вижу какой-то партикл но он особо без прикола какие характеристики в 8 а то есть но он такой тип без прикола то есть вот кто хочет допустим микстуру за 10 лямов то вот партикл то будет как временная замена так сказать зеро ван еще какой-то новый в 8 лошадок тут побольше ага типа макларен я понял а из тягачей что новое есть не вижу что за супер 5 а он угла зенис новое море 15 хотя полно она уже была ну особо ничего прям сказать что-то новое но особо ничего такого так учатся хочу на сменить машину давай тогда на гонку джампинг джекс вот ну я сменю машину на к примеру каспер тнц я уже не помню сколько она быстро помню где-то 350 ездит вроде у я немножко старт я просто пропустил старт раньше я не знаю прямо то меня реакция на старт была прям вообще настолько мгновенная прям буквально раньше времени не то что сидел с зажатым газом но вот у меня вот реакции на было на shift то есть нитро выпускать то есть там вот я нитро выпускал не с самого начала тем более там можно его спустить вот хоть не газу вот я успускаю скорость не поднимается ничего вся вот спускал где-то на середине ну то есть на пике разгона чтобы разгон сделать прям вообще жестокий фиолетовая разметка прикольно так приехал первый что у меня еще есть о кстати какой-то квест выполнил три гонки а о да 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 слушаюсь айскими стачки типа которых ты выиграл сотни квест которые выиграл приеме А, это танк, который ты ехал. Стоп, это не так, который сейчас. А, ну да. Ну и хулиган-вист вернули. Ага, да, вижу, что новое. Несмотря на то, что у нее такой звук мотора интересный, но он, по крайней мере, хотя бы отличается от других, потому что в основном, в принципе, у всех наших примерно одинаковых звук мотора. Вот просто на секунду чекнул разгон драк-палу. Я вспомню времена. Это просто жесткая машина. Кстати, она, хотя бы в отличие от обычного пала, она адекватно поворачивает. То есть вот, а что если, допустим, пробовать на ней в какой-нибудь сложной гонке поучаствовать? То есть вот не в драге, а именно просто в какой-нибудь гонке. Ну вот надо какую-нибудь гонку найти, где побольше поворотов. Я знаю, я вот... Я, по-моему, просто всей душой ненавидел эту гонку. Destin Sprint. Для меня это будет испытание. Тэпайся. Самая ужасная гонка. Вот я с тобой согласен. Я поэтому ее и взял, потому что, во-первых, я на драк-пале, который очень жесткий разгон. Мне интересно, смогу ли я тут что-то сделать. А, тут перестарался. Меня вынесло. Я вот даже вот, неважно, на чем я эту гонку проходил, все равно вот нет адекватной машины под эту гонку. Я только единственное, что за все время понял, даже, наверное, тебе подскажу эту фичу, если ты хочешь тут развиваться. Смотри. Ну, на этой машине не то, что на этой, просто на каких-то обычных машинах. Типа, допустим, разгоняешься перед поворотом, оттормаживаешься и заворачиваешься, и начинаешь газовать в повороте. Я немножко отпустил там газ. Вот. Ну, короче, когда ты газуешь в повороте, то она лучше поворачивает. Вот. Это тебе лайфмак такой, так сказать, от меня. То, что, допустим, на какой-нибудь обычной машине, то есть, ну, достаточно быстро, но не такой резко, как этот Дракпал. Вот, то есть, на какой-нибудь... Не то, что Бугатти, просто вот на обычной какой-нибудь машине, даже вот как вся сойдет, вот. Просто вот поворот, он улучшается за счет газа. Не знаю, как это в жизни работает, но здесь это работает так. Я, по-моему, просто в наглую думал... Я думал в наглую первое место. Не, не получится. Вот, кстати, по-моему, вот в этом режиме бывают такие баги, что вот ты вот четко видишь, что переезжаешь первый, а все равно засчитываешь, что ты на какой-нибудь второй или третий. Или того еще хуже. Ну, да, вот, наверное, вот я тоже думаю, что интернет причастен. Так, какие еще гонки? Слушай, давай вот гонку, вот любую гонку, которую ты хочешь. Вот просто вот абсолютно любую. Ага, так, что там? Дергся же тут. Хорошо. Так, ну, машину менять не буду. По приколу на Драгпале останусь. Хотя, может, надо благоешковую фуру взять? Все-таки это... Нет, вот это точно испытание для моего Драгпала. Очень много точек. Ему здесь прямо должно быть, по идее, сложно, хотя я не знаю. Честно, я уже в нем не сомневаюсь. Конечно, тут разогнаться дело одно быстрое, вот, а другое дело поворачивать. И плюс еще подстраиваться под грунт, вот, что у меня не очень хорошо получается. Вот, тут меня уже обогнал. Кстати, вот я недавно, вот, в последних, наверное, своих роликах, которые были, вот, я заметил, что у машин при торможении диски раскаляются. Мои друзья это заметили еще с первого захода в игру. Я, который просто месяц, не видел, сколько отыграл, и заметил это не сразу. А, чекпоинт упустил. Это трындец. На ней не разогнаться. На ней просто не разогнаться. Это не, вот это реально, гонка просто вот напрямую, не для этой машины. Тут, типа, даже разгоняться негде. Что-то вот малейшее мое движение не так, я просто вот не туда лечу. Может быть, может быть, я был бы сейчас первый, если бы не закрутило меня тут перед финишем. И вот за это маленькое расстояние я успел набрать почти 500 км в час. Это просто жесткая машина. Так, ну сейчас, слушай, думаю, наверное, можно попробовать в Японию. Как тебе идея? О, красиво. А, тебе первая гонка понравилась? Ну, ты мне понравилась, но она, знаешь, почему она непопулярна? Потому что вот ее нету сверху, типа, на вот этой голосовалке. Так бы, мне кажется, гонка завирусилась бы. Слушай, а давай-ка еще раз там попробуем. Я все-таки на дракпале. Так, где она хоть? О, нашел. Так, дай пащем. А у тебя есть какая-нибудь такая, типа, ну, просто вот, как у меня, типа, неадекватная машина какая-нибудь, которая просто, вот, не знаю, лютая какая-нибудь. У нас вот, типа, неадекватная какая-нибудь машина. Не, вот на таких прямых по кайфу. Я не знаю, по-моему, я просто вперед улетел. Кстати, немножко расскажу про свое прошлое в ютубе. У меня был канал Braton Games. И, честно сказать, насколько вот кайфово было раньше там снимать. Потому что, да, там аудитория была небольшая, но, тем не менее, вот, таких вот подписчиков, которые хотели со мной сниматься, было очень много. И вот это настолько вот классно было, потому что я помню, вот, один стрим даже сделал с подписчиками. Это был просто вот кайф. Тем более, сколько неразрывных кидали, и меня просто от смеха разрывало. Я помню, мне даже в чате кто-то написал, что я не знаю, какой-то угашенный. Я тогда не знаю, я этот момент легендарный запомнил, наверное, всю жизнь. Просто две минуты не мог остановиться ржать. Там какую-то шутку просто кинул, типа, подписчик, там жестко было. Ну, может быть, как-нибудь даже отдельное видео сделаю про свое прошлое в Ютубе. Я просто вот без сомнений, что это мой последний канал. То есть, ну, больше других новых каналов не будет. Вот я на этом начал, все, у меня этот есть, я на нем только и буду снимать. Конечно, на многих так говорил, но я просто уже не вижу смысла, типа, делать другие каналы, так как... Ну, я не знаю, просто в этом нет смысла. 600. Мне нравится драгпал, что он в вертухе, в воздухе делает, просто дальше на дорогу, дальше и дальше ездит. Ничего себе его заносить начали. Ижу. Ща будет сюрприз. Я просто по приколу сейчас вот в обратное направление поеду вот к тебе. Вот, от того момента, как с тобой пересекусь, просто развернусь. Вот, 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 я, кстати, тебя чуть не упустил. Ну, сейчас я разворачиваюсь и успею ли я тебя обогнать. Мне просто интересно. А, я в столб приехал. Наверное, без шансов. Наверное, уже без шансов. Пробую. 550. Блин, я еще толком не понимаю, где ты. Где-то впереди. Стоп, а вон гонка вообще уже закончилась. Гонка-то закончилась! А в смысле? Слушай, давай попробуем драг. Вот, драг-рейсинг. Ну, я возьму, типа, просто обычный пал. То есть, он такой же по тюнингу, но он без этих больших управляемых колес. То есть, он с маленькими колесиками, и он просто трендец неуправляемый. Мне вот интересно, могу ли я на нем тебя победить. Потому что у меня будет просто неадекватнейшее управление. Перу обычный пал. Единственное, что он немножечко быстрее, потому что он легче. Но, опять же говоря, он просто не управляет. Он даже заспавнится нормально, не может. Он просто сразу спавнится на чем угодно, только не на колесах. Ну, если хочешь, да, можешь взять другую. Только тут уже время в обрез. А, заново, почему-то, за счет. Кстати, вот эта машина очень прикольная. У меня ее, конечно, нету, но она стоит, типа, сто тысяч. И за свои деньги для новичка, вот я сколько ее посмотрел, типа, она реально хорошая. Потому что в ней есть все, что надо для скорости. Так, посмотрим, что будет. Я на заднем колесе. Ты меня просто обгоняешь. А как мне обратно на все колеса встать? Ой, я встал. Есть, а впереди. Я впереди. А поворачивать на ней можно? Нет, наверное, нет. А-а-а! Что за арабский дрипчат был перед финишем? А сейчас что происходит? Меня просто понесло. Меня понесло в вору. Наверное, мне этот пал обычный понравится даже больше, чем драг. Потому что он просто еще более неадекватный. И на нем просто скакать по всей карте еще веселее. Вот, кстати, да. Вот если у тебя нету драг-палы и уже без шанс его взять, то просто попробуй купить обычный пал и на максимум протюнить. Потому что я тебе отвечаю. Это настолько неадекватная машина. Но, знаешь, в драге ты в основном, ну, если научишься на ней ездить адекватно, а то будешь первый приезжать, вот, так еще и вдобавок по всей карте сможешь раскакать. Я не знаю. В этом есть что-то забавное, на самом деле. Вечно я в этом нахожу что-то просто забавное. Кстати, на будущее скажу. Я не знаю, буду ли я еще снимать вообще по этому режиму. Вот, опять же, я давно в него не играл. И, в принципе, времени пока что нет на другий режим, потому что я занимаюсь своим. Но и по-своему я все-таки снимать буду, вот. Уже вот со следующих видео. Так, ну что, как тебе идейка в Японию? А, да. Хорошо. Так, тадам. Я так понимаю, надо тэпнуться... Так, тут где-то был трейвлинг-центр. А, так я знаю, как я сделаю. Я вот тэпнусь на спаун. Ну да, помнил бы, где он здесь в центре города находится. Ну, сейчас где-нибудь найду. Да, вот, нашел. Может, ипться ко мне? Так, возьму пока что Bugatti. Ну, и вот, короче, Global Travel. Как я уже с друзьями в свое время проверял. Короче, смотри, сюда нужно, короче, встать на эту метку. Вот, то есть, обоих, ну, и нас, короче, обоих перекинет на один сет. То есть, ну, типа, эта метка специально сделана, типа, чтобы, допустим, со своей компанией, типа, отелепансироваться. Я, правда, не знаю, на сколько вообще человек рассчитан на этот телефон. Вот это мне было бы интересно. Кстати, какая тебе карта больше нравится? Типа, этого города или Японии? Лично мне, вот, все равно по душе вот эта карта. Потому что, ну, Япония мне еще как-то, ну, совсем не близко. Так, сейчас тэпает. Так, ну, загружаюсь, загружаюсь. Все, я загрузился. Так, сейчас смотрим. Да, вот, все, ты со мной на сервере. Да, вот ты. Ну, короче, не знаю даже, что-то приложить. Вот, какую бонку хочешь. Ну, я тоже, так сказать, не особо ее не знаю. Ну, давай я вот любую гонку сейчас посмотрю. Может быть, что-то прикольное вспомню, хотя я не знаю. Мне вот эти названия гонок здесь, в них вообще ничего не говорят. О, там есть Around World, а тут есть Around Japan. То есть это тоже вокруг Японии. Я тут еще ни разу не катался, давай попробуем. Тэп еще ко мне. Типа Around Japan, вот, за нее тоже 7500. То есть, ну, как бы, я не знаю эту карту. Вот, и вот эту гонку вообще впервые. Ага, мы где-то в туннеле начинаем, получается. Я просто попробую гнать, но при условии того, что я совсем вообще не знаю эту гонку. Я на ней ни разу не катался, да и саму карту я тоже особо не знаю. По этим шоссе я уже сам катался, но я в них просто заблудился. Так, ну, сейчас пока что все хорошо, иду по меткам. Сейчас пока что хорошо, иду по меткам. Занесло, врезался. Так, нормально, еду. О, вот в этом туннельчике, кстати, прикольное освещение. Там, ну, как-то теплое. И вот, кстати, даже чекпоинт сделали специально под туннель. То есть, где его вообще проехать без шансов. Только разве что врезся в стенку можно и все. Вот уже, кстати, по этим туннелям я не ездил. Вот по тем коротким маленьким я ездил, но вот по этим большим нет. Меня здесь еще ни разу не было. Я вот просто на мини-карту смотрю и вообще вот не понимаю, где мы едем. Сейчас где-то над озером проехали, или речкой. Так, я опять врезался. Вот, ты уже догоняешь по карте. О! О, ничего себе тут выпрыгивание. Так, ну, сейчас я закончил, а дальше по улице. Наверное, дальше сложнее, потому что теперь нужно будет ориентироваться на чекпоинт. Хотя тут, как я вижу, особо поворотов нет. Ой, у меня занесло. Я в ящике, типа, улетел. Барн. Типа на мини-карту написано барн. Так, я первый. Так, слушай, а тут было на мини-карту что-то барн написано. Я не знаю, что это, давай чекнем. Типа это как помещение района, или это какой-то ивент здесь, или что-то. А вот какая-то красная метка, если на карте. Она в гараж ведет. В гараж типа войти как-то можно, или что? Что-то немножко не понимаю. А если к центру вот этого барна? О, чекань, там что-то есть. То есть тут какие-то инструменты болтающиеся. Для челика, типа, для персонажа, они, типа, не про... Барн Дискаверит. А, это для ивента. Не надо на скорости брать. Все, я понял. Ну, я вот уже одну случайно сбил, я понял. Слушай, ну, давай по приколу, может, если это быстро, то попробуем по приколу вверх пройти. Ага, ну, давай. Так, куда там. Наверное, быстрее ТЭПСа будет. А ты знаешь, где они находятся? Угу. Ну, если какую-то точно знаешь, то подсказывай. Ну, я карту... А, открой карту. Тут, короче, смотри, вот, типа, 4 вот этих барна, вот они здесь есть на карте. А что я сразу туда не заметил? Ну, короче, вот я щит на один ТЭП, ну, ТЭПСа за мной. Так, где-то здесь... А, ну, вот, по карте в центр этого барна надо ехать. Так, здесь двора мелкие. А, где же он может быть? Я так понимаю, где-то по центру это надписи бар. Где-то, может, вот тут вот. Ну, типа, где-то здесь получается. Тут где точно. А, с тобой? Окей. А, вот, всё, спасибо. Ага, всё, срубил его. Ещё три осталось. Так, дальше по карте. А тут недалеко. Ну, короче, ТЭПСа. Таких аш и дирт какой-то. Они ещё, получается, даже не прямо на центре этого барна. Вот, они, то есть, получается, где-то, ну, вокруг него. Или вообще во всей этой зоне. Слушай, а зону уж не просто так, наверное, сделать. Наверное, что оно может находиться во всей этой зоне. То есть, это ещё искать, либо. Так, вот тут сложно. Хорошо, давай за тобой. Ага, где-то здесь, в этом сарае. Ага, вижу. Срубил. Уже прикольнее локации сделали. Так, теперь. Ещё две осталось. О, тут гонка прям по центру этого... По центру этого барна. Ну, получается, где-то здесь. Знаешь где? Ага, не помнишь. Ну, давай поищем. А, помнишь. А, нет. Ну, немножечко по окраине разделимся. Вот сейчас поищем. Если что, за чатом слежу. У меня в детстве была какая-то похожая игра. Ну, типа, не роблокс, вот просто какая-то игра. Вот там тоже надо было, типа, по всей карте. Ой, я нашёл, я нашёл. Тпси ко мне. Вот здесь вот сарае. Так, ну и последнее осталось. Ну, тут уже прям ближайших меток нету. Ну, короче, вот на ближайший отвернулся. Мы теперь просто понеслись туда. А, вот сарай какой-то вижу, наверное, в нём. Да, 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 в нём. Ничего себе, так нашёл сразу. Всё, я срубил. Open quest to play. Открываем квест и забираем машину. Всё, у меня теперь тоже есть эта машина. Сейчас её отчекаю. Так. Море 15 X3. Весит 1220 килограмм. Лошадок очень много имеет, но мало скорости. Она, то есть, там, в коробке передач получается поиграться. Она так интересно ощущается. То есть, она ощущается, какая-нибудь дрифт-тачка. Вот у неё хоть... Да, она прям такая, как типа, полудрифтовая. То есть, вот чувствуется в ней вот эта вот управляемость интересная. Вот это классно. Вот это мне нравится. Теперь я, собственно говоря, хочу почекать, что у неё по цене. Да и, может, если она не такая дорогая, тогда уже оставлю на память. Ну и прокачаю. Так. В селкарс она стоит 210 тысяч. То есть, её полная стоимость 700 тысяч. Ну, дороговато будет тюнинг, но, в принципе, может быть, мне хватит. А, она, кстати, походу, да, она праворульная. Так, ну сейчас... Ой, не в шок. Так, что-то я совсем туплю. А, в гараж, наверное? Да, в гараж. Кастумайз. Боди. О, тут в боди, что-то, сейчас эффект. Нифига себе добавили. За геймпасс. Честно, не осуждаю, потому что... Наконец-то из тюнинга хоть что-то геймпасс нас сделали. Уж тем более такую фигнюшку. Вот кто-то это точно купит, так что, ну... Неплохой геймпасс сделали. Ну, правда, я подешевле его, наверное, сделал бы. Так, сейчас займусь тюнингом машины. Хотя бы внешним. Так. Ё-моё. Можно прям снести с этой машины абсолютно всё. Тут, понятное дело, что в стоке самый лучший. Потому что, по сути, сток самый красивый. Так, ну, спойлер, я думаю, поменять точно хотел бы. На какой, не знаю, но на какой-нибудь. Даже не знаю. Ну, допустим, дабл-флэт-винг. Так. Можно удалить капот. Можно сделать... Ага. Можно добавить такой карбюратор. Конечно, по сравнению со стоком он... Не, сток красивее, честно говоря. Так, что здесь есть? Что-то с фармой связано. О, вот с фармой прикольная тема. Так. 200 халф. Теперь... Баннер. А, ну, баннера нету. Ролл кейдж-то что? А, я понял. Ну, сток лучше. Фронт бампер. Я не понимаю прикол этого тюнинга, что здесь можно... Типа, обычно в тюнинге привыкли что-то навешивать сверху, а тут, типа, все удалять. То есть, ну, типа, смысл. Так, ну, на крыше я даже не знаю, поставлю что или нет. Потому что даже вот эти... Ну, ладно, я уже чисто... Хотя, я не знаю. Пока что бафну эти фонари сверху, но мне кажется, они не сильно будут идти сюда. Так, наперед. Ну, тоже фонари. Что ж еще? Ну, мне кажется, что они здесь не особо идут. Так, и фронт-хендер только сток. И даже не знаю, что это. Так, тюнинг 20 тысяч покрышки. Подвеска 12 тысяч. Ну, с подвеской потом поиграю. Хотя нет, сейчас. Так, здесь я помню, что я делал. Я не помню. Дампининг, по-моему, я на сотку делал для управляемости. И подвеску, наверное, на фул. Хотя я не помню. Оффсет. Ну, я их точно вынесу за границу, чтобы лучшая управляемость была. Пускай это не сильно смотрится ей. Хотя я знаю, как можно сделать так, чтобы присмотрелась. Не очень хорошо это будет для управляемости, но ей это будет смотреться. Типа, вжать их вовнутрь, но подвернуть. Во, вот это и прям смотрится. Так, теперь тормоза 70 тысяч. Да, обворовывают народ. Шестая передача. 300 километров в час выдает. Мне кажется, что он быстрее может. Тем более тут 6 передач. Ну, ставить коробку больше, думаю, смысла нет. Пока что нужно разобраться еще другим тюнингом. Так, ну, стоковые покрышки не сильно крутые. Так, что хотелось бы поменять их. Мо, Nimbus. 6 тысяч стоит. Просто. Так, Engine. Что здесь? В-12 двигатель просто тупо ухудшит. То есть тут... А, вот для этого она и дрифт, потому что она здесь на разгон рассчитан. То есть не столь на максималку, как на разгон. Ну, тогда сделаю просто ей тюнинг. Абы прокачать этот разгон. То есть, ну, тачку я тогда так, шибыть, оставлю. Тут немножечко максималка, я так понимаю, улучшится рейскранком. Так, как сейчас. Тоже разгон повысит. Уже полторы тысячи лошадок. Мне хватает только на турбо. Две тысячи лошадок почти. Офигеть. А, ну, на интейк... На интейк совсем копейки не хватает, буквально. А калачик сколько стоит? Пятьдесят шесть тысяч. И нитро двести десять. То есть так, двести десять плюс пятьдесят шесть. Ага, ну, в районе тысяч трехсот двадцати где-то. Трехсот пятнадцати, может так. Еще не хватает до полного тюнинга. Может покрасить ее? Какой цвет ее можно покрасить? Допустим, тут... Есть ли какой-нибудь прям бордовый-бордовый? Ага, то есть можно взять такой цвет и, допустим, поиграться с ним. Тогда здесь сделаю стекляшку, чтобы отражения были. Так, ну и... Шины... Шины, наверное... Тоже такой же цвет. Хотя, не знаю, мне больше нравится черный. Он такой космический становится. Ой, голубой. Вообще кайфово. Такой синенький. Так, это еще покрашу. Ну, это красить, наверное, не буду. Так, ну и вот так вот. Ну что, готов увидеть. Вот такая лепота. А у тебя, кстати, она в тюнинге или нет? Ага. Ну я понял. Слушай, ну давай тогда по приколу посоревнуемся на них. Ну посоревнуемся, и я думаю на этом будет все. Так, тогда какую гонку? Ну, какой гонку, говори. Не, ну да, тут к чау не то слово. Короче, ты птишь на любую гонку, которую хочешь. Вот, и на ней поучаствуем. Так, туда. Скульт скрэмбл. Да, я знаю эту гонку, она прикольная. В принципе, в мелких подробностях мы даже дрифт увидим. Максималка, я так понимаю, что у тебя что у меня одинаковая, но только что, разве что, разгон будет отличаться, наверное. Но она кайфовая, она реально вот кайфовая. Вот, для дрифта прям самое то. Вот ей немножко привыкнуть. К ней привыкнуть. Так я ее оставлю. Вот как что-то хоть от японской карты. Ну, в принципе, я все равно ее уже продавать не буду. Я ее на фулл втюнил, втратил свои 800 тысяч, так что нету смысла ее продавать. Я уже затюнил. Так что уже надо будет дотюнить потом. И гайчик поинт проехал. У него хоть такой разгон интересный. А, поворот проехал. Так, ну тут по кайфу. Вот в этом, наверное, весь прикол, что да, вот этой машине тут прям самое то. Сейчас пробую дрифта дать. Надо только вспомнить как. Серьезно, вот самая дебильная ошибка, которую здесь может возникнуть, это застрять вот так вот, как я. Не, ну все, это трындец. Я не знаю, что мне делать. А, ну все, я могу на чекпоинт. Я аж могу на последний чекпоинт текнуться точно. Ну, мне кажется, конечно, что этой машине вот дали незаконно, так сказать, вот эти очки, потому что их слишком много для такой машины. Потому что, по сути, она все равно слабенькая. Стоит дорого. Единственное, что да, она дорого стоит. То есть 700 тысяч, ну где-то в тюнинге еще плюс тысяч, ну столько же примерно, может 500 где-то. То есть где-то ближе к полтора ляму ее полная стоимость в тюнинге. Слушай, вот прекрасный вид. Давай здесь, наверное, и закончим. Поставь как-нибудь красивенько так машинку прям. Я даю тебе возможность передать привет своим друзьям. Я вот с первого лица вот встану к тебе. Вот можешь передать привет своим друзьям. Передаю привет Владу, который мне умеет водить тачки. Влад, привет. Так, кому-то еще? И вообще просто скажу одну вещь. Какую же? Лайк, подписка и уважение. Спасибо, братан. Спасибо большое. Да, всем удачи. Спасибо всем огромное за просмотр. Пишите, хотите ли еще какие-нибудь видео с подписчиками. Ну и всех до новых встреч. Bye-bye.